Продолжая вопрос о компенсации убытков, безусловно, нельзя обойти вниманием дело «Титан-баррикады». Вообще, это дело само по себе не налоговое, но оно связано с налоговым спором. В данном деле налогоплательщик пытался компенсировать расходы на юридические услуги в связи с оспариванием решения налогового органа. При этом в данном деле рассматривалась ситуация, когда налогоплательщик на досудебной стадии пригласил консультантов и вышестоящий налоговый орган часть требований налогоплательщика удовлетворил. Потом налогоплательщик пошел в суд, и его заявленные требования суды не удовлетворили. В такой ситуации налогоплательщик и попытался компенсировать свои расходы на юридические услуги с опорой на положение именно Гражданского кодекса, указывая на то, что его убытки в связи с оплатой юридических услуг возникли в результате неправомерных действий налоговых органов. Посматривая данный вопрос, нежестоящие суды придерживались одной позиции о том, что поскольку налогоплательщик проиграл судебный спор, и его требования связаны с компенсацией расходов на оспаривание актов налоговых органов, то в данном случае отсутствует основания для удовлетворения его требований. Однако Верховный суд занял несколько иную позицию. Во-первых, Верховный суд распределил расходы, то есть расходы, связанные с досудебным оспариванием и расходы, связанные с судебным оспариванием. Поскольку судебное дело было проиграно, то оснований для удовлетворения требований в части расходов, которые приходятся на судебное обжалование, таких оснований нет. Поэтому в этой части судебная коллегия, в принципе, согласилась с нежестоящими судами. Однако применительно с расходами на досудебное оспаривание Верховный суд сформулировал определенный подход. Так было указано на следующее, что расходы на досудебное обжалование, они в принципе могут быть компенсированы при наличии определенных условий. Так было указано о том, что необходимо установить, что налоговый орган надлежащим образом не выполнял свои публичные обязанности. При этом налоговый орган заведомо нарушал налоговое законодательство своими действиями, либо бездействиями. И это побудило налогоплательщика нести расходы в целях исправления нарушений налогового органа. При этом Верховный суд делает важную оговорку о том, что вынесение ошибочного решения налоговым органам, неверное толкование, которое изложено в таком решении, оно не является нарушением публичных обязанностей налогового органа. В данном случае налоговый орган действует в рамках своих полномочий, то есть в принципе налоговому органу разрешается выносить ошибочные решения. И в данном случае лишь на том основании, что вышестоящий налоговый орган признал, что ниже стоящий налоговый орган сделал какой-то ошибочный вывод, на этом основании нельзя компенсировать расходы на досудебное обжалование. Что касается оценки подхода Верховного суда, с одной стороны, следует признать, что это все-таки определенный шаг вперед, ну, можно сказать, шажочек, потому что до этого как, например, Высший арбитражный суд, так и Верховный суд исходили из того, что в принципе оснований для компенсации расходов, связанных с досудебным обжалованием, нет. Однако здесь следует заметить, что все-таки те требования, которые предъявляет Верховный суд для того, чтобы компенсировали соответствующие расходы через институт возмещения убытков в результате неправомерных действий государственных органов, да, те требования, которые предъявляет Верховный суд, они трудновыполнимы. И в большинстве случаев, конечно же, налогоплательщикам будет отказано. И здесь все-таки на ум приходит тот подход, который существовал достаточно давно, однако на основании этого подхода сложилась такая обширная судебная практика, которая защищала налогоплательщика. Этот подход, он был сформирован еще в 2008 году Высшим арбитражным судом, и он был связан с установлением обязательной досудебной процедуры обжалования актов налоговых органов. Так, Высший арбитражный суд указал на то, что, устанавливая такую обязательную процедуру, законодатель обязан сохранить тот объем гарантии, который существовал у налогоплательщика, без наличия соответствующей обязательной процедуры. То есть, в данном случае должен был быть сохранен объем гарантии, который предоставлялся процессуальным законодательством, судебным процессуальным законодательством. При этом, здесь, конечно, нужно понимать, что эта позиция, она была сформирована применительно к порядку рассмотрения актов, к порядку рассмотрения жалоб налогоплательщика. Однако, эту позицию все-таки, поскольку она была сформулирована в общем виде, применяли и для других вопросов, и для разрешения других проблем. И, на мой взгляд, она применима и в этой ситуации. Так, поскольку судебное законодательство, судебное процессуальное законодательство допускает компенсацию судебных расходов, то такая возможность, она должна быть предоставлена и на уровне обжалования судебных актов до суда, то есть на досудебной стадии. Конечно, понятно, что для надлежащего урегулирования такого вопроса необходима отдельная какая-то самостоятельная норма. Пока ее на самом деле нет. Но у судов есть все инструменты для того, чтобы компенсировать этот недостаток, по сути, пробел, и, что называется, преодолевать этот пробел до появления соответствующей нормы. И, в общем-то, как я уже указал, подход к высшим арбитражным судам был сформулирован. Его просто необходимо распространить на проблему расходов на досудебной стадии. Однако, конечно, пока серьезных предпосылок для того, чтобы такой подход начали применять суды, пока, к сожалению, нет.